Всем привет! Меня зовут Наташа. Мама Наташа. Как его жену зовут? Оля. А как... Галя. Галя это бабушку так зовут. Скажи бабушка с днем рождения. Сегодня я хочу пригласить вас прогуляться вместе с моей семьей по знаменитому городу Мумбаи. Мы посетим с вами один из очень престижных районов этого города. Мы посмотрим, как, в каких условиях там проживают очень знаменитые, можно сказать, житочные люди. А также посмотрим, как живут бедные, можно сказать, нищие граждане Индии. Надеюсь, видео будет интересным для вас. Приглашаю вас к просмотру. Пока! Пока! Район Бандра – это западный пригород Мумбаи. Он расположен на побережье Аравийского моря. В начале 20 века Бандра был отдельным городом, но быстро растущий Мумбаи быстро поглотил его. Сейчас Бандра – это самый ухоженный район. По живописным набережным можно прогуляться и насладиться морским призом или огнями вечернего города. Достопримечательностью района Бандра, да и всего Мумбаи, является мост. Он соединяет районы Варли и Бандра, разделенные заливом на Химбай. Еще в то время, когда мой муж только ухаживал за мной, он решил провести экскурсию по его любимому городу – Мумбаи. Так вот, мы проезжали по этому мосту на такси, и я попросила остановиться, чтобы сделать эффектные кадры. Но очень быстро, как по волшебству, откуда ни возьмись, появился полицейский. И несмотря ни на какие уговоры оштрафовал таксиста. Так что бдительные и неподкупные правоохранители со всей ответственностью несут свою службу и днем, и ночью. В районе Бандра находится Пали-хилл – место обитания самых зажиточных и знаменитых людей Индии. Всемирно известный актер Шарук Кхан живет вот в этом особняке, площадью более двух тысяч квадратных метров и стоимостью более 30 миллионов долларов. Еще один знаменитый индийский актер и телеведущий – Салман Хан, снявшийся более чем в 80 фильмах, живет в Galaxy Apartments. А в этом доме живет выдающийся игрок в крикет – Сачин Тендукар. Поклонники Сачина за спортивные достижения дали ему прозвище – Бог Крикета. А вот это Джоггер-парк. Он был открыт в 1990 году на месте свалки. Говорят, один неравнодушный гражданин поднял общественность, собрал с единомышленниками необходимую сумму, и благодаря ему и появился этот парк. Вход в него бесплатный, хотя в Индии не все парки бесплатные. Этот парк привлекает посетителей, в основном спортсменов, своей беговой дорожкой. Нужно сказать, что бег – это популярное увлечение зажиточных индийцев. Говорят, что здесь иногда в толпе бегунов можно встретить и какую-нибудь знаменитость. По утрам и по вечерам очень приятно пробежаться на свежем воздухе и как следует размяться, привести себя в тонус, сбросить лишние килограммы. Днем в самый санцепек парк закрыт. Вдоль беговой дорожки расположились зеленые лужайки, фонтаны, небольшое озеро с мостиком, где плавают рыбки и живут уточки. Можно укрыться от дневного зноя под кронами деревьев. Есть здесь и детские площадки. Вот вы видите, как мой сын с удовольствием играется здесь, спускается с корок, копается в песочке. А совсем близко от этого парка нам повстречался вот этот вот харизматичный мужчина. А, ну, в общем, мой муж считает, что просто он решил отличаться от других детей, детей, людей, и таким самым привлекать внимание. И, возможно, кто-то решит ему дать денежки. Ну, в общем, он попрошайка, так скажем. Майка, вон какая-то шаль на шее висит, сумочка для денег, юбка в цветочек. Юбка немножко, мне кажется, более женская. Не знаю, ну, видите, надо отличаться. Вот еще и на лбу нарисовал себе. Какой-то... А, это у него на лбу ленточка завязана, еще нарисована. Такой боди-арт. Мой муж говорит, чтобы я дала ему 10 рупий, а то он сейчас возьмет у меня телефон, заберет. Но у меня нет, у меня даже карманов нет. Вот, а он стоит, ждет, ждет, когда ему заплатят за услугу. Я его сфотографировала, он рад был позировать. Все, ну, тогда бегу. Вот, руки протягивают, что-то просят. А что-то мой муж не хочет ничего давать. Мой муж прикалывается, не хочет давать ничего. Издевается надо мной. Я не имею ничего. Я имею только муж и сына. О май га... Ничего себе! О, это он еще самобичеванием занимается? Нифига себе! Это аж больно. Вот таким вот кнутом себя. Это он украшает, что если я не дам ему денежек, он по мне шлепнет. Парам, почему ты это делаешь? Парам! О боже! Парам на меня немножко замахнулся, шлепнул. Реально очень больно. Сейчас я, может быть, его отшлепаю за это. Нифига себе! А он по себе постоянно, так я поняла, этим только занимается. Вот, все, заплатили ему денежки. Да, в общем, тут именно оригинальные такие, эти попрошайки. Какой хангий трупец? Мы не имеем хангий трупец. Маташ, ты должен дарить. Что я дарю? Я живу в Украине. Ты знаешь, Украина? Украина сейчас очень большая проблема. В Украине нет денег. Очень большая, плохая страна. Он расстроился, расстроился этот дядя. Он ожидал от нас большего. Вот еще один предприниматель. Вот, смотрите. Опа, нифига себе! С такой силой. Оказывается, этот мужчина, и тот, которого я показывала раньше, односельчане. Они приехали в Мумбаи из провинции. Из какой-то очень далекой деревни. А здесь они, так сказать, на заработках. Поработают и поедут опять к себе. К своим женам и детям. Вон тут они живут. Вот тут они построили себе такой, типа, шалашик и живут здесь. Вон еще пацан, брат, вышел на прогулку. И все это находится в центре Мумбаи, в самом престижном районе Мумбаи. Кто понимает, этот район называется Бендра. Я мечтаю поселиться возле моря, да? Вот тоже интересно. Люди мечтают поселиться возле моря в престижном районе. Ну вот как раз вот эти вот ребята здесь и живут. Рядом море. Престижный район. Вот дорога. Да, опять же, опять же, я повторяю. Индия страна контрастов. Вот у этого мальчика поврежденная рука. Ой, эту руку он повредил, когда открывал кокос. Вот этот вот мальчик работает уже. Ему 12 лет, он уже работает, на дороге работает. Какую-то работу выполняет, я не знаю точно что, но что-то там много работы на дорогах. И вот эта вот девочка тоже работает. Вот эта вот девочка тоже работает. О, еще и танцуют. Все с босыми ногами, босичком, с браслетиками на ножках. Так вот, мама вышла из этого дома. Девочка плачет, хочет тоже покататься на этой машинке. Все, разрешили. Мама уладила эту ситуацию. С парам уже тут наврал с трекороба. Они интересуются, зачем я снимаю. Он говорит, что вот скоро выйдет фильм, что моя жена директор, ну это перевозится как режиссер, снимает фильм. Вот мама этих девочек хочет, а не хочет она сниматься. Не хочет она, пошла домой. Это все родственники. Они все приехали из одной деревни. Им государство выделило работу на дороге. Их родители работают, какой-то выполняют тяжелый труд на дороге. Государство им выделило, построило вот такое вот временное жилье. Находится это в центре самого огромного, одного из самых огромных городов мира, Мумбаи. Вот так вот они тут живут. Вот здесь вот они готовят себе кушать. Здесь они разводят костер, готовят себе кушать. Так, вот здесь вот вешают одежду. Это временное жилье, где-то на один месяц они здесь живут. Вот, вот это вот взрослые. Их мужья, мужья работают на дороге, тяжелый какой-то труд выполняют. А жены дома сидят, тут по хозяйству. Вот, вот такое вот жилье, очень-очень-очень скромное. Вот здесь тоже у них висит одежда. Это, наверное, чистая одежда, потому что нет шкафа. Вот телевизор, вот они смотрят мультики. Мальчик вот этот вот смотрит мультик. Вот там девушка спит. Ну, вот так вот они спят на полу. Вот небольшой, ну, не знаю, как это назвать, типа шкафчика. Здесь они хранят посуду. Посуда. Вот здесь на этой полке разложены специи, продукты. Проснулась. Вот зеркало. Здесь вот расчески, щетки. О, я забыла, самый мальчик обратил внимание, что здесь есть вентилятор. Вот, видите, даже поставили вентилятор. Ну, хорошо, что есть хоть электричество, вентилятор. Это, конечно, очень важно. О, смотрите, а вот еще тут есть вторая комната. Там находится темпл, храм. Вот еще одна комната. Ну, здесь тоже хранится посуда, чемодан. И вот храм. Вот здесь вот они проводят медитации, пуджи. Вообще, очень хорошая, приятная семья. Посмотрите, какие они все. Они на самом деле, может быть, у них неплохой дом в деревне. А сюда они все-таки временно приехали. Может, возможно, через месяц они уже поменяют место. То есть у них жизнь такая, вот как бы работают и сменяют место жительства вместе со сменой объектов. Вот пол, пол цементированный. Вот мы вышли, здесь они принимают душ. А вот здесь вот они вот таких вот емкостях набирают воду и вот в этом вот я как раз сейчас нахожусь внутри внутри ванной комнаты, так скажем, да. Вот. Вот такая вот ванная комната с открытым небом. Вот здесь вот травишки. Так, а вот это вот туалет. Ну, туалет тут общий на всех. Тут много таких домишек. То есть вот открываем дверь. Ну, вот такой вот деревенский туалет. О, возвращается. Уже наигрались. Ну, я хочу сказать, что если кто-нибудь спросит у этих жителей, где вы живете, они могут с гордостью ответить. Любой точке мира знают центр Мумбаи. они могут сказать, мы живем в центре Мумбаи. Ну, пока, пока. На самом деле это временно. Возможно, они опять переедут в свою деревню и будут там продолжать свою жизнь. А может, и здесь останутся. Мумбаи затягивает. Мужья все работают. Мам, 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 мам. Ну, все, спасибо. До свидания. Окей, bye. Вот, кстати, рядом с их жильем находится материал, который они используют в своей работе. Ну, их мужья. Вот такие вот, видите, плиты выкладывают этими плитами дороги. А, это нет. Это с другой компанией вот подошел. Мальчик или девочка, непонятно. Это попрошайка. Эти дети, которых я снимала, это не попрошайки. Это просто небогатые люди. А вот это попрошайка маленький. Вон там вдалеке его мать еще с парочкой таких же детишек. Очень надеюсь, что вы не зря провели время за просмотром моего видео. Надеюсь, что вам было интересно. Новичков приглашаю подписаться. Кому понравилось, ставьте лайки и не забывайте делиться моим видео с друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...